Персональные данные 48 тысяч нижегородских детей и их родителей украдены и база с данными слита в интернет. Специалисты называют это крупнейшей в России компрометацией данных детей, начиная с 2016 года. Дело в том, что если родители хотят отдать ребенка в кружок или секцию, то им необходимо зарегистрироваться на портале навигатор дополнительного образования Нижегородской области. Как оказалось, украсть оттуда данные было несложно. По словам специалистов, для этого даже не нужно обладать какими-то хакерскими знаниями. Дыра была столь широка, что воспользоваться мог практически любой. Самое критичное как раз это утечка СНИЛСа. СНИЛС теоретически можно использовать вместе с фамилией и именем отчества для, например, перевода средств в какой-нибудь пенсионный фонд. И в дальнейшем его можно использовать будет и в других каких-то мошеннических схемах. Поэтому, честно говоря, утечка СНИЛСа – это самый, наверное, существенный элемент этого инцидента. Это, на самом деле, довольно серьезный прецедент, когда злоумышленники могут начать пользоваться именно детскими данными, манипулировать ими и пытаться ударить родителей по самому больному, пытаясь вытянуть из них деньги. Конечно, в принципе, можно найти конкретного виновника, но по большому счету это недостаток именно невыстроенности процесса по масштабированию системы. Был дополнительный интерфейс для администрирования портала, через который злоумышленники могли получать привилегированный доступ и скачивать оттуда данные детей. Работу по безопасной конфигурации, к сожалению, никто не сделал. С этой задачей смог бы справиться даже не очень опытный в IT-сфере человек. Не от нас утекло, от разработчиков этой системы, это ООО «Государство детства». И у нас на сегодняшний день только что вот они над этим работают. Опять же, вся информация только от разработчика и один из пользователей, видно, воспользовался. То есть, это вот вся информация. Система учета пришла к нам вместе с самой вот этой программой, это было в 2019 году. Были, естественно, доработки, и сейчас мы пытаемся понять, где конкретно произошел вот этот сбой системы. Мы такие же пользователи, поэтому мы сейчас от разработчиков ждем заключения и обязательства, что пред этого не произойдет. Кстати, как сообщил пользователь на одном из интернет-ресурсов, еще ранее, несколько месяцев назад, он предупреждал администраторов сайта об имеющейся дыре в защите. Это было сделано полгода назад, но вместо того, чтобы залатать дыру, аккаунт этого пользователя на навигаторе просто заблокировали.